Братья Зиненко у нас в студии, Александр и Игорь. Здравствуйте, ребятам. Ребята, привет. У меня сразу первый вопрос. Вы действительно верите, что конец света может быть счастливым? На это всё надежда. Да, в этом и суть. Потому что, если так присмотреться, концы света происходят уже. Вот так вот негласно во всём мире, посмотрите. И действительно, ты не знаешь, чего ждать завтра. Потому что мы все смотрим новости. И тут ты натыкаешься и понимаешь, что что-то всё-таки уже наступило. А для каждого из нас хочется чего-то хорошего и счастливого. Всё зависит от точки зрения, как ты смотришь на происходящее. На происходящее. То есть можно и быть счастливым, и в конец света. Я почему-то подумал, восьмой день недели, это каждый восьмой день будет восьмое марта. Это вот настоящий конец света. Такого бы я не хотел. Насколько мы знаем, Игорь по образованию экономист, Александр переводчик. Но вот в какой момент, Александр, вы поняли, что всё, комиксы, всё остальное неинтересно? Я думаю, этот момент ещё не наступил. А ещё не наступил? Вы по-прежнему переводчик? Да, потому что в большей степени приходится читать литературу на английском языке, смотреть сериалы на английском языке. И это стало хорошим подспорьем, потому что, как мы знаем, это один из всемирных языков, и поэтому легче общаться. А Игорь по-прежнему экономист? Нет, я не экономист, я художник-иллюстратор, и занимаюсь рисованием персонажей, и каких-то иллюстраций книг, и прочим, ну и комиксами, конечно. В какой момент вы пришли к этой идее, к мысли, что нужно рисовать свои комиксы своей вселенной? В 2012 году, вот когда обещали конец света, и мая, все бегали за календарь, этот мая. А вы этим, пока все рассматривали календарь, вы этим вдохновились? Эврика. Да, мы подумали, что люди ведут себя очень странно, паникуют, всё вот это скупают. Опять же, если смотреть на новости, там была паника полнейшая, нам показалось это очень смешно, забавно, и мы подумали, что было бы, если бы вот такие концы света наступали чаще, не один раз в год. То есть, в принципе, мы пережили уже концы света, да, несколько нам обещали, их несколько, да, и они все были в причине счастливые. Александра, мне вот интересно, вы как рассказчик комиксов, в чём мораль комиксов? Всех комиксов или наших? Ваших, ваших. Ваших, ваших. Чашка. Не причесался на работу, всё. Всё. Конец света, да. И мы каждый по-разному это переживаем, и хочется своими комиксами, своими работами поддержать людей, сказать, что всё не так плохо, у каждого происшествия есть и другая сторона, более светлая. И если отнестись к ней с юмором, то может выйти что-то интересное, целое приключение. То есть, я понял, что не нужно делать трагедию из каких-то мелочей, да, в жизни, то есть, и вообще трагедию из трагедии, да, то есть, можно в какой-то момент улыбнуться, отпустить ситуацию, да, и... И порадоваться. Как ваш герой, Оливер, да, один из главных героев вашего комикса, давайте его покажем. Мы почитали, посмотрели. Ну, это парень, который пропускал физкультуру, я так понимаю, да, ну, не качок, да, не носит плащ, нет суперкостюма, он довольно-таки ленив, но тем не менее, он ваш супергерой. Да, то есть, ну, как так получилось? Ну, он не наш супергерой на самом деле, потому что герой, да, мы привыкли, что комиксы это все супергерои, мы все знаем, что комиксы вот по телевизору видели фильмы, и это все одни супергерои. Здесь же, наоборот, это история о человеке, которому пришлось как раз пережить сложную ситуацию в своей жизни. С попкорном в руках и пультом от телевизора, да? А это попытка уже спрятаться, когда вот после работы мы все возвращаемся домой, нам все, ничего не хочется, хочется закрыться от всего мира. И Оливер пережил какую-то сложную ситуацию, ну, я условно говорю какую-то, потому что, да, мы знаем с ним обошлось, скажем так, жизнь обошлась плохо. И в этот момент он решил закрыться от всего мира, от реального мира, потому что даже будучи подростками, мы сталкиваемся с реальностью, это нас бьет, поэтому все подростки бунтуют, им хочется понять, как найти свое место в этом мире. А он понял, что лучший способ это закрыться, потому что на самом деле ушли его родители, и он не знает почему, и он винить себя в этом. И он остался один, да? И его лучший способ это провести время с друзьями, это с телевизором и с компьютером. И действительно, эта реакция помогает ему остаться в своем внутреннем мире и не реагировать на что-то, когда каждую неделю наступают концы света. И вот когда он, так сказать, просыпается от этого, потому что ломается его любимый телевизор, нужно спасать ситуацию, он выходит, и тут он натыкается, что, опа, а мир-то изменился, пока он находился внутри себя. В своей раковине, да? И постепенно он, как бы, знакомится с этим всем. Вот, Игорь, любопытно, у вас начинается это все, ну, комикс начинается, это карандаш, бумага, или вы сразу в цифре это все делаете? Конечно же, бумага, карандаш, потому что прежде чем начинать рисование, нужно придумать персонажей, нужно сделать раскадровку, то есть покадрово придумать, как будет история читаться, как зритель будет ее воспринимать. Потому что это очень важно, кадры располагаются таким образом, чтобы мы погружались в историю, переживали персонажей, поэтому тут много этапов проходит. То есть целая наука, да? Да. А вы где-то этому учились, или это вот... Ну, самостоятельно приходилось учиться, потому что с того момента... Я имею в виду, есть где-то школа рисования комиксов, там, где Стэн Ли преподаватель. Сейчас есть, да? Уже не он. Ну, если в загробной Америке, да. Нет, ну, конечно, есть школы, есть онлайн-курсы, полно всего, и в зависимости от того, что нравится, что хочется, можно в интернете просто зайти и научиться. Ну, приходилось самому учиться. Было бы желание, да? Да, Игорь хотел все-таки подать это с режиссерской точки зрения, а это предполагает визуальное повествование. И, соответственно, кадры, которые вы видите в комиксе нашем, это попытка заинтриговать и правильно передать эмоцию, потому что все, что, допустим, доходя до края страницы, вы найдете какую-то интригу, чтобы перевернуть на следующую и увидеть, и передать основной смысл. То есть если быстренько пролистать, получается такой целый фильм, да? Безусловно, мы хотели сделать именно акцент на фильме, потому что комиксы, как само понятие, оно бывает разным. Это могут быть и палка-палка огуречек, мы знаем, в интернете, и могут быть полноценные работы, если вот собрать их. Очень крутые иллюстрации, прям такие, ну, прям комиксы-комиксы. Прям настоящие комиксы, да. Прям очень круто выглядит, все нарисовано очень четко. Я бы даже никогда не подумал, что где-то недалеко есть люди, которые живут, там, Бендера-Тирасполе, условно, которые умеют делать вот такую красивую вещь, посмотрите. Очень круто. И книга сама очень красивая. Да, очень приятная бумага, очень приятные краски, такие вырвиглазные, прям замечательно. Изначально просто у нас была задумка, что когда, Игорь, пришла идея вот этого вот всего сюжета, была задумка сделать анимационную версию, то есть мультфильм своего рода. Но мы понимали, что на тот момент мы этого не потянем. И вот постепенно сейчас мы к этому приходим и делаем первые попытки к мультфильму. К мультфильму. А если бы, ну мы все знаем, что рано или поздно комиксы вырастают из мультфильмов, вырастают из этих штанишек и идут дальше. Появляются полноценные большие фильмы с очень такими сложными смысловыми нагрузками. Кому бы из режиссеров вы доверили, вот, Александр, снять картину по вашим комиксам? А, это был бы Игорь, да. А, Игорь, ничего себе, да. Потому что мы даже, да, принимали попытки, снимали короткометражку, поэтому у нас есть опыт, нам это очень нравится, сфера мультимедийная и снимать. Хорошо, Игорь отказался. Кто-то из мировых, Стэнли Кубрик, я не знаю. Ну, это только если по деньгам он отказался. Вы готовы сделать такое предложение, от которого он не откажется, да? Хорошо, а актеры, да, кто бы сыграл вот вашего главного героя, Оливера, например? Ну, на самом деле... Только не говорите, Игорь. Нет, это буду я. На самом деле трудно вообще представить в формате фильма, потому что тут понадобится очень много графики для того, чтобы это сделать, но мы всегда представляли в формате мультфильма. И все-таки мультфильмы, как правило, считаются как будто бы более детским форматом, но если посмотреть, допустим, на мультфильм «Душа», который вышел от Оксара, он нацелен на большую аудиторию, и взрослые, мне кажется, там увидят больше, чем дети. Или взглянуть на аниме, которые для большинства... Ну, там вообще другая вселенная, там вся Азия, Япония, и очень много ребят из СНГ, да, которые сходят с ума по аниме. И я о том, что да. Мы туда даже стараемся не лезть, да, потому что там вообще отдельный разговор. Саша, вот что в ваших историях, да, вот в комиксах, взятое из жизни? Много черпаете вот извне, скажем так? Мне кажется, мы, когда мы начинали сюжет, мы набросали все на кухне вместе с Игорем, и через какое-то время мы стали понимать, что комикс все-таки является отражением нас в большей мере, потому что любое творчество — это все-таки способ... Ну, жизненный опыт писателя, да? Ну да, но я имею в виду, что творчество, даже когда каждый из нас дома занимается в качестве хобби, это выражение себя, попытка рассказать что-то, что у тебя заделано в какой-то период времени. И когда мы со временем нам говорили, ребята, вот, смотрите, это же Игорь, посмотрите, это же Игорь на обложке. Ну, действительно, персонаж очень похож. Похож, да. И когда мы отталкивались в качестве истории, то мы размышлять, да, вот открытость... Тут есть и другие герои, да, кроме Оливера. Да, Оливер и Аман, да. Да, команда. На каком-то этапе. Так, Оливер — это Игорь, а вы... Собирательный образец. Злодей тут есть или злодей, это каждый восьмой день, это вот эти вот приключения, которые происходят? Злодей, наверное, я, потому что придумываю вместе с ним все эти... Работу. ...сети, да, работу Игоря. Работу Игорю рисуй. Ты чего спишь? Рисуй, хватит есть, рисуй. Хорошо. Еще такой вопрос, ребята. Каждый восьмой день в конце недели происходит апокалипсис, ну, в ваших комиксах, да. Это и зомби, это какие-то пчелы гигантские, это горгули, которые прилетают. А вот если, Игорь, закончится, ну, оно же закончится когда-то, эта фантазия, что делать? Ну, а у нас как раз смысл в том... Ну, не обязательно в восьмой день происходит конец света, но все концы света происходят в зависимости от жизненной ситуации. То есть не обязательно, что это будут какие-то монстры. Иногда это могут быть какие-то необычные катаклизмы, аномалии, которые мы немножко переворачиваем из жизненной ситуации в такой немножко сверхъестественный формат. То есть это, по сути, попытка как раз столкнуть персонажей с какими-то жизненными трудностями. К примеру, мы будем поднимать тему вредной еды или нашествия машин, допустим. Не надо, зачем? Это вкусно. Это вкусно. Это не полезно. Мы понимаем вопрос. Да, вот как бы мы понимаем. С одной стороны, это вкусно, с другой стороны, полезно. С третьей стороны, это может вызвать мутацию персонажа. К примеру, вот так на вкусу. Он будет светиться. Вот и новый сюжет для очередной главы комикс. И эти проблемы как бы всем нам знакомы. Мы всем сталкиваемся. И вот это скорее будет внутренним противодействием нашим персонажам, нежели это будет драка в каждой сцене. Или монстр какой-то. Ну, и безусловно... Не дам вам закрыть шаурмо, это я вам точно говорю, да. Ну, возможно, в такой конец света пришлось бы с ней сражаться. Сражаться. Я буду сражаться с шаурмой, светящей. Да, с катаной. Да. Хорошо. Еще такой вопрос. Есть ли у вас кумиры среди других комиксов? Ну, может, на кого-то вы ориентируетесь, да? Ну, те, которые нам известны. Ну, кто-то вас вдохновляет. Ох, ну, мы все время говорим про одного французского художника, который вообще нас вдохновил в 2012 году. Он неизвестный, наверное. Наверное, Бен Фике его зовут. Мы тогда следили за его творчеством и купили его комикс во Франции, заказали сюда, мы ему об этом написали. И он спросил наш адрес, ответил нам и прислал нам даже иллюстрацию, которую мы такие... Ничего себе. Да, она есть у вас тут? Нет, к сожалению, мы ее не взяли. И на ней было написано, видимо, на гугле перевел. По-русски написал. Как на Алиэкспрессе. Ребята, пожалуйста, торшер, комикс вам в подарок приветствую. Нет, он не такой, да? Быть сильными рыцарями. Да, причем он отправил это отдельно от комикса. Я понял, да. То есть он увидел вас в фанатов своих новых, да, и такой... Держите вам еще комикс, читайте и творите. Да, нас это очень прям вдохновило. А вот кто ваши критики? Кому вот из первых даете почитать? Ознакомиться с сюжетом? Или держите это все в тайне, и потом вы даете сразу фанатам? Ну, на самом деле, у нас есть прекрасные люди, которые следят за нами в сети и поддерживают. Имею в виду, есть такой, знаете, как предпросмотр. До того, как вы напечатали, все выпустили, готово. А может, вы даете там родителям почитать, друзьям? Ну, безусловно, вот как раз эти люди, которые нас поддерживают, мы с ними это и обсуждаем, и обсуждаем как раз какие-то сложности, которые происходят в нашей жизни, в моей жизни. Они нам подсказывают, что работает, что не работает, мы исправляем. Потому что даже работая вот над комиксом, мы, допустим, показывали версию маме. Вот, вы помните, когда Оскара люди получают, они что, говорят? Спасибо Господу Богу, спасибо маме, папе. Спасибо курсу золота. Да, да, и пошла, пошла, пошла. То есть вы маме даете читать. Вот что мама говорит? Мы всем даем читать, кто есть. Наверняка вас кто-то отговаривал из взрослых и говорил, это детские забавы, ты же экономист, ты переводчик. Это роль ей посвящается, да. Роль, что вот, зачем вы это делаете? Зачем? Вот, я... Но папа в нас всегда верил, поэтому мы поддержали, поддерживали. Кто поддерживал? Папа. Папе привет, да. Хорошо. А маме, маме тоже привет. Мама, видишь, немножко отыграла назад, получается. Сначала такая не надо, а потом такая надо. Это, знаете, когда есть... Критик. Тот, кто поддерживает, есть критик, который как бы здравый ум, где-то здравый смысл. Со стороны это все смотрит, да. И это тоже подстегивает делать вопреки, а доказать. Так, да, доказать маме. Сделать еще лучше. Не пропусти следующие концы света. Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео.